МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельное совещание у главы администрации. Дружба Чаусского района Могилевской области и города Лесонбурска, зародившаяся чуть менее семи лет назад, сегодня получила свое развитие. Подписан очередной договор о дружбе. Форму покупали на концерт, печати, нашли ИП Крышукова. Мошенница, представлявшаяся инспектором ГИБДД, задержана. А теперь об этих и других событиях подробнее. Нашей области выделены субсидии с федерального бюджета на становление информационного общества. На эти средства будут реализованы проекты по повышению качества жизни смолян на основе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Смоленщина на данные цели получит порядка 15 миллионов рублей. Комиссия ЦРЦ подтвердила готовность нашей области к прохождению поводка опасного и пожароопасного периодов текущего года. Проверялись спасательные подразделения и техника, система оповещения и информирования населения. 4 апреля состоялась 23-я внеочередная сессия Десногорского городского совета. Рассмотрено 4 вопроса. Подробнее в нашем сюжете. Первым вопросом, который рассмотрели депутаты, было заявление главы муниципального образования город Десногорск Владимира Николаевича Блохина о досрочном прекращении полномочий. Городской совет принял решение прекратить полномочия действующего главы МО. Это продиктовано необходимостью привести все вертикали власти в Десногорске в соответствии со статьей 36.131 федерального закона. Мы должны изменить структуру управления в нашем городе. Это в соответствии с федеральным законом, который властной думы принимает. Никакого критического момента здесь не вижу. То есть, так как команды депутаты так работают, так и будут продолжать работать в соответствии с системой информационных документов, которые нам это предлагают делать. В том формате, в котором я был, до того, что я довольна, как я работаю. Команда сладкая. Это хорошо, я продолжил работу в том составе. Но он был только один городским советом. Эта процедура также будет ответить. Вам спасибо. В дальнейшем, согласно 126-го областного закона о сроке полномочий представительных органов муниципальных образований, принятого в 2014 году, в нашем городе глава муниципального образования избирается депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, и будет возглавлять местную администрацию. Отдельная должность главы муниципального образования упраздняется. Все регионы Смоленской области переходят на данную модель организации местного самоуправления. 30 марта специалисты пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили 120 взрывоопасных предметов, обнаруженных в деревне Самолюбовка Починковского района. Среди них артиллерийские снаряды и взрыватели к ним, минометные мины и ручные гранаты. С 11 по 22 апреля Смоленщина в 26-й раз выберет Учителя года. Конкурс пройдет в два тура. Победитель получит 100 тысяч рублей, лауреаты – по 60 тысяч рублей. Десногорск будет представлять Юлия Михеева, учитель русского языка и литературы средней школы номер один. На плановом оперативном совещании исполняющий обязанности главы администрации нашего города Сергей Тощев подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. За добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей секретарю комиссии по делам несовершеннолетних Людмиле Сергеенковой вручена почетная грамота администрации Смоленской области. Летом медсанчасть ожидает пополнения фельдшеров и медсестер. А через два года после ординатуры к нам приедут на работу девять молодых врачей. 4 апреля начался традиционный месячник по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. С 2014 года он проходит под эгидой социально значимой акции федерального масштаба «Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна». Месячник закончится 29 апреля общегородским субботником. Администрация Десногорска просит жителей домов, где сейчас ведётся капитальный ремонт, обеспечить подрядчикам доступ к стоякам горячего и холодного водоснабжения для последующей их замены. Так как стояки относятся у нас к общедомовому имуществу, то по жилищному кодексу собственники помещения обязаны обеспечить доступ к стоякам. После проведения капитального ремонта и в случае порыва стояков в тех квартирах, которые отказались в ремонте, ответственность за аварии, за порывы будет нести собственники квартиры. По состоянию на 31 марта в Центре занятости населения на учёте находится 229 человек. 171 из них получают пособие. Уровень безработицы составляет 1,09%. 3 апреля прошёл финальный тур областного вокального конкурса, посвящённого 55-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. 40 конкурсантов выступили в двух возрастных категориях двух номинаций. Среди них и дисногорцы Анастасия Чиркина, Елена Ткачёва, Андрей Моисеев и вокальный ансамбль «Жаворонок». Результаты финала будут объявлены дополнительно. 7 апреля детская музыкальная школа нашего города приглашает дисногорцев на концерт, посвящённый Году российского кино. В программе музыка и отрывки из любимых многими кинофильмов, выступления учащихся и преподавателей школы. Начало 18 часов. Более семи лет наш город сотрудничает с Чаусским районом Республики Беларусь. За годы дружбы проделана немалая работа. 4 апреля подписано очередное соглашение на текущий год. Как это было, смотрите в нашем сюжете. В зале городского центра досуга на торжественное подписание договора собрались горожане, представители администрации Десногорска и делегация из Беларуси. В новом соглашении будут продолжаться торгово-экономические отношения, проводиться совместные творческие и спортивные мероприятия, развиваться патриотические движения. Впервые в этом году будут разработаны совместные туристические маршруты для семейного отдыха. За годы сотрудничества уже проделана немалая работа. Мы увеличиваем количество торжественных праздничных мероприятий, концертных мероприятий, спортивных мероприятий, в которых мы принимаем друг другу участие. В плане торгового сотрудничества у нас тоже был опыт. Мы здесь в пограничных областях с Белоруссией очень хорошо знаем белорусские товары. Гостям из Белоруссии понравился оказанный им теплый прием. Уют вашего городка, гостеприимство вашего городка, люди, блеск в глазах ваших людей, вот эта доброта, тепло, ну, конечно, это радует. После подписания договора союзники обменялись памятными подарками, а творческие коллективы Десногорска порадовали всех ярким праздничным концертом. Криминальные новости. Под Смоленском в деревне Хохлова сгорело несколько тонн сена. Пострадавших в результате инцидента нет. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В правоохранительные органы Смоленска стали обращаться потерпевшие, которые стали жертвами обмана. Оперуполномоченные установили, что в областном центре действует мошенница. На ее счету пять эпизодов мошеннических действий с ущербом на общую сумму около одного миллиона рублей. Подробности в нашем сюжете. В ходе грамотных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ее оказалась 26-летняя уроженка Брянской области, проживающая в Смоленске. При обыске, проведенном по месту жительства, полицейские обнаружили форму сотрудника ГИБДД, печати у ФМС, а также бланки документов, копии паспортов, фотографии, которые потерпевшие передавали ей добровольно. Под предлогом оказания помощи при сдаче экзаменов в ГАИ, услуг по выдаче или возврату водительских удостоверений и открытию категорий она обманным путем завладевала денежными средствами граждан. В настоящее время полицейские ведут сбор доказательной базы и устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантки. Ранее осудимы? Нет. Привлекались? Нет. Мошенническими действиями занимались какими-либо? Нет. Подозреваемый грозит до шести лет лишения свободы. И в заключение о спорте. В субботу, 9 апреля в детско-юношеской школе нашего города состоится первенство ДЮС США под ЗЮДО среди юношей 2005-2008 годов рождения. Начало в 11 часов. Приглашаем десногорцев поддержать юных спортсменов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова